здравствуйте уважаемые слушатели здравствуйте александр всех рад приветствовать на нашей новой встрече с александром как всегда раз в месяц мы встречаемся обсуждаем рынок смотрим акции и конечно учимся как всегда перед началом скажу несколько слов во-первых обязательно напомню о рисках всегда важно понимать что трейдинг инвестиции это та деятельность которая всегда с рисками сопряжена с ними нужно разобраться ознакомиться научиться понимать научиться с ними работать об этом мы тоже будем говорить в ходе вебинара мы также те эту тему на затрагиваем для тех кто присутствует впервые на нашей платформе да кто присутствует впервые на наших вебинарах пару слов скажу о компании адмиралс мы являемся международным брокером работаем уже более 20 лет работаем в разных странах да не так давно получили лицензию в канаде в южной африке в иордании и всегда работаем в одном правом поле с нашими клиентами мы предоставляем сервис именно для частных трейдеров и инвесторов это на возможность инвестировать до торговать различными инструментами акциями индексами и tf в целом представлено более 8000 различных инструментов которые доступны то есть это и американские инструменты европейские и валюты то всегда можно найти тот инструмент который интересно торговать для также сделать небольшой анонс воспользуясь случаем мы запустили серию интервью которая называется market talks и как раз завтра у нас пройдет следующая встреча гостем на который будет стив нисан поэтому если еще тоже не регистрировались то приглашаю также зарегистрироваться ссылочку чуть позже тоже приложу но всегда на сайте у нас доступны вебинары доступны обновления они представлены также хочу напомнить что у нас доступно мобильное приложение до в котором можно также инвестировать торговать но и в целом достаточно удобно особенно для инвесторов как первый шаг то то что всегда с собой платформа доступна рекомендую также ёпта посмотреть в адмиралус мы всегда уделяли и продолжаем уделять большое внимание обучению очень рады что александр присоединяется к нам раз в месяц и делимся делится своим опытом также хочу сказать что у нас есть youtube канал на который мы публикуем запись этого вебинара да выходит она обычно следующий день там же у нас проходит конкурс где можно выиграть книгу с автографом александра и также выходят выпуски другие обучающие о рынках поэтому рекомендую подписаться наш youtube канал и также на наш телеграм-канал ссылочки также для тех кто смотрит записи будут в описании к этому видео а те кто пришел онлайн я ссылки приложу в чат собственно небольшое начало от меня в целом ситуация на рынках поменялась поменялась и последние несколько недель мы видим начало коррекции по индексу s&p 500 о чем мы говорили как раз прошлом выпуске а если начало было месяца последний последующий наш вебинар рост продолжался то сейчас рынки начали немного корректироваться как раз сегодня тоже об этом и поговорим и в целом да по плану на сегодняшнюю встречу то есть обсудить что на текущий момент происходит на американском рынке что в целом происходит на рынках посмотреть ключевые инструменты подведем итоги конкурса обязательно разберем отдельные акции отдельной бумаги также будет серия ответа на вопросы и в конце также расскажу про индикаторы александра которые доступны на платформе это трейдер 5 и про правила конкурса александр всегда с нетерпением ждем нашей встречи всегда очень большое количество на вопросов когда же когда же начнется вебинар а очень большое количество вновь новых участников давно присоединяется смотрят нас на youtube канале александр спасибо вам что присоединяется к нам раз в месяц и передаю слово вам роман спасибо большое за приглашение как вы как вы знаете я провожу большую часть своего времени в горах сейчас за экраном у меня окно за окном вереница гор примерно в 20 километрах и между мною этой вереницей я не вижу ни одного дома ночи иногда вижу фонарь на какой-то ферме далеке очень несколько километров горит поэтому приглашение на такой форум даже в режиме онлайн эта возможность выбраться из моей глуши я люблю эту глушь но с другой стороны проще так так же как и город напрягается временем глушь тоже со временем хочется посмотреть а живой человек идет так что спасибо вам большое за приглашение кстати только что вернулся обратно в горы на уикенд я на уикенде я был в нью-йорке там была конференция очень богатых инвесторов то есть люди которые получают разрешение заниматься опасными бумагами которыми не разрешают пользоваться обычным человеком три часа читал там лекцию отвечал на вопросы люди долго не расходились но один человек с лекции встал и ушел почему значит он был очень полон собой сказал что собирается инвестировать в долгосрочные опционы я так осторожно сказал тогда что за за всю свою сказать за все свои встречи с многочисленными трейдерами десятки тысяч наверно по всему миру я не увидел ни одного человека который составил бы состояние покупая опцион продавать опционы это серьезный бизнес я этим занимаюсь у меня есть друзья которые уже много лет крутят эту рулетку продают опционы продают опционы но для этого требуется хорошее количество капитала и знаний и все вот в этом есть деньги в продаже опционов а этот товарищ ему не понравился мой комментарий я процитировал как много лет назад ко мне пришла на консультацию одна молодая женщина она была профессиональным маркет-мейкером на американские биржи это небольшая биржи рядом с нью-йоркской биржи и она профессионально она была профессионалки по опционам она была беременна и она хотела уйти с площадки потому что там толкаются и пришла ко мне поучиться на компьютерах приходила пара всего очень так сказать быстро все быстро прошли эти занятия эта консультация она сказала одну вещь которая осталась со мной навсегда она сказала опционы это бизнес надежда надежду можно покупать или продавать я профессионалка сказала она я прихожу на площадку с утра и смотрю на что народ надеется я на эту надежду выставляю цену и продаю ее им мужик собрал свой профиль и вышел из зала но это надеюсь что мне скажет что он делает деньги на опционах но сказать этого комментария не получил короче говоря спасибо большое за приглашение и давайте начнем наверное как всегда я возьму может быть экран в себе и мы посмотрим на сегодняшний рынке что кстати колоссально важно потому что у нас очень такие сложные необычные времена сейчас разворотные времена я бы сказал на бирже если вы не возражаете так конечно пока я беру тогда share screen я иду на это вы меня научили этим пользоваться я даже не знал как как система работает пока пока вы меня не обучили окей посмотрим на что американская биржа вы знаете я хочу показать другое сейчас я опять стопшая и опять сделаю share screen я хочу вам показать уже готовый график вот этот самый это график который я разослал членом нашей торговой группы на уикенде и кстати вывесил него на твиттере тоже если вы поищите меня на твиттере александр а подчеркивание а подчеркивание элдер вы увидите там этот график этот график помогает мне определиться где мы находимся ключевой вопрос сегодня это все еще медвежий рынок или уже обычай да смотрим на этот график и я заявил и по моему я даже говорил это на этом на нашем на вашем вебинаре что месяц тому назад что рынок стоит на совершенно такой такой напряженной ключевой зоне для структуры медвежьего рынка и мы снова видим это на недельном графике слева более низкий низ более низкая высота более низкий низ более низкая высота более низкий низ более низкая высота более высокий высокий низ и вот вот это было примерно месяц тому назад я сказал что если пик декабрьский будет пробит то то это бычий тренд. А если он не будет пробит, то, скорее всего, он пробьет донышко 2022 года и медвежий рынок все еще продолжится. Пока нет точного пробива декабрьского пика, я продолжаю уважать существующий тренд «Я медведь». Но СНП пробил декабрьский пик. Как вы видите на этом графике, горизонтальная красная линия. Но этого мало. В этом оркестре играет не просто СНП, а это трио. Это СНП, NASDAQ и Dow Jones. Они все три должны пробить декабрьский пик и плюс четвертый момент индекс новых высот, новых низов, которые в медвежьем рынке держатся ниже нуля. Верхняя линия, горизонтальная вот здесь вот, это нулевая линия. Этот индекс новых высот, новых низов на недельном рынке должен подняться в бычью зону, то есть выше одной тысячи. Он в этой зоне не был уже с ноября 2021 года. Больше года. В результате СНП пробил декабрьский пик, но это произошло вскоре после нашего вебинара, а потом он сполз опять ниже. И вот фигура, которую мы видим сейчас на графике, это ложный пролом вверх. Помечим буквами FB, false breakout. Ложный пролом вверх. Это одна из самых медвежьих фигур на рынке. Когда рынок выбивается на новую высоту и задыхается. Поехали. Вот это значит СНП развернулся. Dow Jones никогда и не преодолел декабрьский пик. Так что оркестр играл разнобой. А Nasdaq сыграл выше декабрьского пика и еще пока держался там. Индекс новых высот, новых низов так никогда и не вышел из нейтральной зоны. То есть мы подошли очень близко к границе, где могли бы получить сигнал на разворот медвежьего рынка. И этот сигнал захлебнулся. Захлебнулся. Как мы видим на этом графике. И сейчас мы переходим на сегодняшний график СНП, чтобы разбираться дальше. Я на секунду опять Stop Share делаю. Share Screen. И сейчас нажимаем на VMware и это там, где это софт, в котором я живу. Так сказать. Во-первых, мы быстро посмотрим на эти индикаторы снова. График-то был на уикенде. Сейчас у нас уже среда, хотя в понедельник рынок был закрыт. Это был американский государственный праздник День президентов. Президентов. мы видим, что мы видим здесь, что Dow так никогда и не вышел выше декабрьского пика. Вот так вот, да? Мы видим, что NASDAQ недельный график опять, что NASDAQ вышел выше декабрьского пика, и мы проверим, он все еще там или уже захлебнулся. Вчера было сильное падение. NASDAQ уже захлебнулся. Видите, NASDAQ закрылся. Я могу увеличить немножко вот так вот, да? NASDAQ уже ниже декабрьского пика. Захлебнулся. Очередной ложный пролом вверх. И наконец Dow Jones, который так выше декабря и не поднялся. То есть ситуация неблагоприятная. Неблагоприятная ситуация. Все три участника этого маленького оркестра Dow, NASDAQ и S&P атаковали декабрьский пик, который им нужно было преодолеть. И атака захлебнулась, и сейчас рынок разворачивается вниз. Это подтверждает то, да? Видите, Dow, он так никогда и не поднялся выше декабря. это подтверждает то, что мы находимся в медвежьем рынке. А раз мы находимся в медвежьем рынке, то скорее всего, скорее всего, донышко прошлого года, донышко октября 2022 года в Америке будет пробито. Что-то немножко медленно грузится компьютер сегодня у меня, грузится TradeStation. Но мы сейчас видим это донышко на индексе Dow порядка 29 тысяч. Для индекса S&P это донышко 2022 года, сейчас появится на экране. Это примерно 3500. У меня жена финансист, она говорит, я собираюсь покупать по 3300. Ты вероятно получишь эту цифру. Вот так вот. И как всегда мы посмотрим на индикатор новых высот, новых низов, который я считаю лучшим вперед смотрящим индикатором биржи. Вот этот значит сейчас будет слева недельный график, а справа дневной. И дневной график я отслеживаю в трех окнах. Месячном, квартальном, и годовом. Александр, пока не появится. Сейчас я тоже жду. Что-то очень медленно грузится. Я предсказываю, что он покажется. Мы скоро переключимся к вам. Я надеюсь, у вас система будет быстрее, а между тем я сделаю рестарт Trade Station. Очень странно, потому что я занимался трейдингом все утро, и система работала очень быстро. А тут что-то только что новый компьютер купил, как раз сегодня буду его осваивать. А, никуда, 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 никуда. Еще раз. Зациклился товарищ компьютер. Мы продолжим класс немножко дольше, так что никто не потеряет времени. Давайте перейдем на ваш компьютер. Я потом сделаю рестарт на Trade Station, и мы это дело посмотрим. Чего-то совершенно сопротивляется программа. Очень странно, какого раньше даже и не было. Прекрасно, вы забрали к себе. Прекрасно. Окей. Я просто покажу вам этот индикатор новых высот, новых низов, который не подтвердил вот это вот ралли, которое было в феврале, и которое сейчас выглядит малоприятно. Вы выставили график DAX, и опять-таки 30 секунд введения для новичков, которые раньше не были на наших занятиях. Смотрите, все решения должны быть приняты минимум в двух временных окнах. Нельзя просто смотреть на дневной график, или на пятиминутный график, на любой график. О, неплохо, вы, это ерунда. Надо сделать стратегическое решение на долгосрочном графике, тактическое на краткосрочном, а по времени они должны соотноситься примерно как пять к одному. На недельном графике стратегическое решение, на дневном графике тактическое, на часовом стратегическое, на десятиминутном тактическое, если вы дейтрейдер. И индикаторы. В верхнем окне, естественно, сам график, две скользящие средние, одна быстрая, другая медленная, конверт, который показывает границы оптимизма и пессимизма, затем MACD, MACD гистограмма и индекс силы, который я считаю лучшим, я его разработал, считаю его лучшим инструментом для изучения объема. Смотрим недельный график немецкого рынка, DAX. Рынок стучит головой по маниакальной зоне уже не первую неделю, в это же время MACD гистограмма ослабляется, но самый сильный сигнал от индекса силы, который нарисовал очень серьезную медвежью ревергенцию и уже опустился ниже своей скользящей средней. Недельный график выглядит очень подозрительно, поэтому, глядя на недельный график, стратегическое решение «Я медведь». Смотрим на дневной график справа, видим совершенно блестящую, блестящую медвежью дивергенцию MACD. Посмотрите на пик MACD в январе, вот в середине графика, и пик С, затем провал ниже нуля, сломали спину, сломали хребет быку, и потом ралли вообще на никакую высоту. И в это время цена пытается достичь верхнего конверта, раз, два, три, задыхается и начинает опускаться. Я бы сказал, что сейчас, вот в данный момент, коротить немножко поздно, потому что цена уже опустилась от маниакальной зоны в зону ценности между двенадцать скользящими средними. Но, когда она выйдет снова из этой зоны, может поднимется чуть-чуть выше, вот тут-то ее стоит бить по голове шаркей. Спасибо, Александр. А сейчас открываю евро-доллар. Евро был, опять-таки, начинаем слева, с недельного графика. Евро был совершенно в жутком медвежьем рынке. Быча дивергенция в МСД-гистограмме на донышке, жесткий разворот вверх и сильнейшее ралли, в течение которой евро несколько раз выходил за границы конверта, задохнулся, опустился в зону ценности. и то, что вот этот колоссальный пик МСД-гистограммы мы видим, он показывает, что огромный бычий потенциал и скорее всего, что бычий потенциал еще не исчерпан. Бык отдыхает, но такой максимально рекордно высокий пик МСД-гистограммы говорит мне о том, что скорее всего, мы увидим еще одну ралли в зону предыдущего пика или даже выше. Поэтому стратегически я бык и я хочу воспользоваться этим падением для покупки евро. Стратегическое решение, это не значит, я вот сейчас бегу покупать, просто глядя на недельный график, это стратегическое решение, это то, что я хочу делать с евро. Теперь посмотрим на дневной график и дает ли он нам возможность сделать то, чего мы хотим. Дневной график. Евро опускается и сопротивляется, посмотрите вот на эти пальцы, или как говорила моя московская переводчица Рита Волкова, хвосты кенгуру, которые маленькие, хвосты маленьких кенгуру, которые вырываются из общего течения цен, потом возвращаются. Это показывает на то, что рынок отвергает падение цен, но медведи продолжают давить. У правого края сегодня евро торгуется на одной из самых низких высот с начала этого года. Мне думается, что покупать еще рано. Почему? Я смотрю на индекс силы в первую очередь, и я не вижу никакой дивергенции там. То есть все краткосрочные медведи доминируют. Я хочу увидеть бычью дивергенцию на дневном графике индекса силы, чтобы стать быком для покупок евро. евро. Александр. Золото добавляю. Очень похоже на евро. Не правда ли, да? Опять-таки посмотрите, кстати, донышко на недельном графике, как индекс силы себя вел в течение этого донышка. Блестящая бычья дивергенция. Действительно, заранее уже где-то на втором донышке три донышка было. Первая самая глубокая. Папа медведь, мама медведь и медвежонок. Посмотрите на донышко мамы медведя, медведицы. Показывает, что сила давления вниз уже уменьшилась и в то же время выбивают золото вниз, а оно не тонет. Его выбили, а оно возвращается. Такие ложные проломы, пальцы или хвосты кенгуру. Кстати, буквально несколько дней назад на прошлой неделе мы ехали из гор в Нью-Йорк и как часто бывает, она вела машину, я занимался трейдингом, а потом, когда все сделки были сделаны, мы разговаривали, и говорит, знаешь, мне нужно написать какую-то маленькую электронную книгу. По-английски The Beauty of False Breakout Красота ложных проломов. не знаю, буду я писать или нет, но вот видите, вот эти вот ложные проломы, для меня они поют. Вот так вот, три пролома, тройная бычья дивергенция, и золото взрывается, взрывается, идет вверх, у него наступает маниакальная фаза, когда золото на недельном графике вырывается выше верхнего конверта, посмотрите, невероятно высокий пик МСД-гистограммы, он выше, чем пик на предыдущей высоте золота, и это мне говорит о том, что скорее всего теперешний пик, вот который был в январе, извините, да, где-то ноябрь, декабрь, январь, вот это, нет, это январь, вот пик, который был в январе, что он будет превзойден. На давний пик, я даже уже не смотрю, это история, а вот уже дом мы здесь, около правого края, я думаю, этот пик будет превзойден, при этом цена опустилась куда? В зону ценности, на прошлой неделе она упала довольно так круто, опять-таки палец вниз или в хвост кенгуру, как говорила бедная Маргарита Волкова, и на этой неделе происходит слабенький такой тест, медведи все еще пытаются это делать за лимонник пониже, а не получается, да, переходим на дневной графике, а на дневном графике все гораздо интереснее. Значит, на прошлой неделе золото упало до самого низкого уровня этой коррекции, немножко поднялось, опустилось вчера, и опять-таки золото лупит по голове сегодня, а вы посмотрите на индекс силы, да, какая блестящая, маленькая, маленькая, но удаленькая, бычья дивергенция, да, золото это низкая, а индекс силы показывает, что медведи слабеют. Вот это вот место, где стоит искать покупки. Спасибо, Александр. В отличие от евро, где дивергенции нет, вот эта дивергенция показывает, действительно показывает, где выдохлась доминирующая группа. На коробке, сейчас доминирует медведи все еще, потому что золото упало где-то от 1950 долларов до 1830 за унцию. Медведи доминируют, а индекс силы говорит, слабеют, слабеют. А рынок работает по двух партийных системе, как вот в Америке, демократы, республиканцы. Если одна партия слабеет, побеждает другая. Но на рынке не надо быть партийцем, на рынке надо только быть в стороне и смотреть, какая партия сильнее, какая партия слабее и на другую партию ставить деньги. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим нефть. Нефть, нефть колоссально взлетела, естественно, в феврале. прошлого года нефть, газ, все. Сейчас и нефть, и газ стоят дешевле, чем они стоили до вторжения. Мир справился с этой проблемой. Цена нефти, паники больше нет. Всего хватает, цена нефти упала. Но нефть это как кровь экономики. Экономика, все, конечно, говорят, солнце, ветер, солнце, ветер и вода, наши лучшие друзья, как в Советском Союзе песню пели. нефть, но нефть, действительно, это кровь экономики. А экономика сейчас в таком очень подвешенном состоянии. С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, экономика крепкая в Европе, в Америке. С другой стороны, Федеральная резервная система повышает и собирается продолжать повышать учетные проценты, которые будут давить на экономику. Поэтому есть четкий риск экономической рецессии. И поэтому нефть в таком очень подвешенном состоянии находится. Я терпеть не могу аналитиков, которые говорят, с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, имеется бычья картина, с другой стороны, неожиданные события могут ее изменить. Ну, так вот, все покрыл, все базы. Я этого терпеть не могу. Поэтому я, когда я смотрел на такой график, я себя всегда спрашиваю, если бы пристал ружье к голове и сказал, Алекс, ты должен сделать сделку по нефти. Что бы я сделал? Купил бы или продал? Думаю, что купил бы. Потому что на недельном графике имеется четкая бычья дивергенция МСД гистограммы и индекса силы тоже. дневной график нефть пытаются опустить, а она не опускается. Мы видим здесь четыре донышка, включая сегодняшние, да, и они все одно выше другого. Покупать бы у правого края я ни в коем случае не стал в данный момент, потому что индексная система красная. Вы видите это вот на этой полоске цветной по центру экрана. Импульсная система описана в одной книге. покупать красный запрещает покупку. Это система цензуры. Эта система не говорит, что делать. Она говорит, что запрещено делать. И вот последние пять дней она говорит, запрещено покупать. раз, два, три, четыре, пять. Прекрасный, да? Очень полезный сигнал. Как только нефть перестанет быть красной по импульсной системе, если торговать, то на повышение. Спасибо, Александр. И последний инструмент биткоин. Давайте на него тоже посмотрим. Я как не раз уже говорил, я большой скептик по крипто. такого жульничества и откровенного воровства нет ни в одной другой области экономики. Только сегодня, вчера в Уолстер-Джорнл была статья, какой-то мужик в Нью-Йорке нашел дырку в программе одной из брокерских, одной из бирж крипто и скачал оттуда ни много, ни мало, а 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов – это деньги. Биржа почти разорилась. Куча народа потеряла деньги. Мужик вернул 60 и говорит, ну а теперь оставьте меня в покое. Но они тем не менее пошли в полицию. он сейчас сидит в СИЗО в предварительном заключении. Опять-таки на рынках акций и фьюнчерсов и акционов такого не происходит. Крипто везде и по всему. Сказавши это, на самом деле, на самом деле, я вижу очень интересную картину. Роман, сначала, пожалуйста, вы можете показать немножко на недельном графике, показать немножко больше истории, потому что я вижу на дневном то, что очень... А, спасибо, все, прекрасно. Я вижу на дневном, сейчас мы прогляемся к нему, то, что уже было на недельном графике. У каждого трейдера, каждому трейдеру необходимо знать, в чем состоит его торговая система. Системы есть очень разные, их очень много, и разным людям эмоционально лучше пользоваться разными системами. Так что это не то, что вот есть правильное, а все остальные нет. Ни в коем случае. Есть система, которая нравится вам, которую вы проверили, на которую вы ставите деньги раз за разом и получаете больше, чем рискуете. Так вот, для меня такой системой является ложный пролом с дивергенцией. Посмотрите, недельный график биткоина, это в районе где-то 60 тысяч долларов. Пик А и пик Б. Какой выше? Пик Б. То есть здесь все новички говорят, все, мы проломили на новую высоту, поехали, покупаем, закупаем. Я слышу, сейчас 60 тысяч, будет 600 тысяч, покупаем. А я смотрю ниже, я смотрю на МСД гистограмму, и я вижу высоту гистограммы на первом пике и на втором. Где она выше? На первом. Медведи ослабли. Я смотрю на МСД линии, где они выше? На первом пике или на втором? На втором. Значит, быки ослабли. Ну, и индекс силы тоже самое. То есть, тройная дивергенция на недельном графике. И биткоин сползает где-то от 60 и почти 70 тысяч долларов до 16. 16 это меньше 60, если вы знаете. Очень серьезное падение. Разобрались, да? Теперь посмотрим на дневной график. Александр, пока я смотрел на недельный график, я понял, что пора добавлять новую фигуру, точнее, дать название новой фигуре технического анализа, которая, помните, как у экзуперии было удав, который съел слона? Да, 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 да. Смотрим на дневной график, что мы видим. Пик А, пик Б. Какой пик выше? Без линейки, да? Второй пик выше, теперешний, который сейчас пик выше. Смотрим на МСД гистограмму. Под первым пиком села быков, под вторым пиком села быков. Быки сильнее или слабее? Смотрим на МСД линии. Под первым пиком высота, под вторым пиком высота. Быки сильнее или слабее на втором пике? Смотрим на индекс силы. Высота на первом пике, высота на втором пике. Имеется тройная медвежья дивергенция. Это сигнал, который прыгает с экрана и хватает меня за лицо. Если бы это была акция, то я немедленно по окончании сегодняшнего класса, стал бы ее коротить. Абсолютно. Но я не занимаюсь биткоином, поэтому кто-то другой будет делать деньги. Желаю вам успехов. Спасибо, Александр. Мы посмотрели все ключевые инструменты, которые хотелось посмотреть. Вы знаете, Роман, я забыл пока мы с вами, я забыл нюхан нюлоу. Одну секунду, дайте мне, пожалуйста, я просто посмотрю, могу, сейчас система заработала нормально опять. Давайте попробуем. Я просто не перезапускаю, просто добавляю этот график. посмотреть. Ага. Так, еще один график, тогда нюхан нюлоу новых высот новых низов с капитализацией. Все. Если вы хотите, мы на секунду буквально посмотрим на них или потом или это уже не надо. сейчас посмотрим, потом как раз перейдем к конкурсу. Виктор Кикбулу. Так, Zoom, шея. Потерял потерял, 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 потерял. А, вот, нашел. Индекс новых высот, новых низов. Это на вчерашний день. Слева недельный график, справа дневной. Что мы здесь видим? Недельный график все еще полощется в нейтральной зоне. Дневной график очень, очень даже интересно. в нижнем правом углу, в нижнем правом углу индекс новых высот, новых низов в течение месяца, на месячном графике опустился до минус тысячи вчера. минус минус три. А когда он опускается ниже пятисот, а потом поднимается над минус пятьсот, то это дает сигнал к покупке. То есть, сейчас возможен сигнал к покупке на индексе новых высот, новых низов. Я уверен, что многие быки очень внимательно за этим следят и ждут, получат ли этот сигнал сегодня или нет. Я прекращаю опять трансляцию и сейчас покажу вам тогда уже на интернете окошко, где я беру эти цифры. Так, сюда, сюда, ага, и опять, значит, я беру что, сейчас я же потерял. Одну секунду, выклинию. О, нашел. Нашел. По-моему, это он есть, share. Нет, не то. А, вот, нашел. прекрасно. Это вот просто показы не может быть. Ставши. Share screen. Вот. уже точно без ошибки. Хотел показать вам страничку, на которой я беру эти цифры новых высот, новых низов. Они есть во многих программах, но что меня поражает абсолютно, как много программ дают эти цифры не точно. А это мой один сайт, которому я доверяю. Называется BarChart. Доступ бесплатный. И вы здесь видите, в одномесячном окне сегодня 129 акций достигли новой высоты за месяц, а 889 новых низов. Значит, сигнала на покупку сегодня не будет, потому что для того, чтобы он был на данный момент этот индикатор где-то находится на уровне минус 750, 760. он должен быть выше, чем минус 500. Поскольку новые акции, которые достигли нового низа, уже есть, такой разворот крайне невероятен. Но тем не менее, тем не менее, вполне мы можем оказаться в зоне покупки в ближайшие краткосрочные покупки в ближайшие дни. Роман, обратно к вам с вашей прекрасной системой и все где все работает. Спасибо, Александр. Да, как раз сейчас время подвести итоги конкурса и разобрать несколько сделок, которые присылали нам участники. Собственно, как всегда, делюсь таблицей результатов. Это все участники, кто присылал. Сегодня, точнее, в этом месяце большинство сделок были негативные и связано это с тем, что было достаточно много шортов, но так как часть позиций предлагалась как раз в начале месяца, то есть был рост, а коррекция началась чуть позже. Как раз это будет пара примеров, которые интересно будет посмотреть. Но одна бумага, которая победила стикером SI, рост состав порядка 30%, участник Артем Андреевич с ником, здесь фамилии нет, порядка 30% был рост. Поздравляю с этой бумагой и давайте теперь посмотрим как раз на сами примеры, которые были и разберем их уже непосредственно на самом графике. Сейчас я сделаю еще раз экран и покажу. вот я знаю, Александр, что вы не торгуете молодые бумаги. Девочка слишком молодая, ее трогать руками нелегально. да, но здесь собственно пример был, да, то есть мы видим... Победителей не судят. Недельный здесь я даже не брал, потому что практически невозможно какой-то информации здесь получить, только посмотреть как на сам график, как он шел. Но на дневном здесь был вход, здесь стоял Take Profit, то есть сделка длилась буквально несколько дней, да, и вот выход был примерно около максимальных значений, которые были предыдущие. Очень хорошо, очень хорошо. Опять-таки, опять-таки хочу сказать, на рынке нет вот одной правильной системы, а все остальное неправильная система должна соответствовать вашему декораменту. Для меня это слишком быстро, а если для вас это работает, бог в помощь. Ничего плохого в этом нет, то есть я когда говорю, что о, девочка слишком молодая, это мое мнение для меня, а для вас она может быть вполне легальная. Спасибо, Александр. И вот еще одна бумага, которая была, тоже была зафиксирована прибыль, это Alibaba. Здесь у нас есть недельный таймфрейм, я просто как для примера добавил, чтобы понимать, на что ориентироваться, как может выглядеть сделка. И здесь вход на недельном, практически на самом максимуме, здесь стоял take profit, и здесь тоже самое на дневном вход и take profit. Вы знаете, два комментария, сам я на китайские акции даже не смотрю, когда я занимаюсь трейдингом, я четкий антикоммунист, и поэтому я не поддерживаю экономику той страны, но глядя на эти графики чисто технически, это блестящая сделка, просто блестящая. Смотрим на недельный график, длинный такой столбик, показывает огромный энтузиазм толпы, вот-вот-вот огромный энтузиазм, следующий столбик средней длины, и следующий средней длины, вроде истерика кончается, а следующий совсем маленький, то есть это показывает, что эмоция, что напор толпы выдохся, в то же самое время на индексе силы мы видим хоть какую-то, но небольшую медвежью дивергенцию на недельном графике, переходим на дневной график, видим очень сильную медвежью дивергенцию и видим мою любимую фигуру, о которой я совсем только что говорил, ложный пролом с дивергенцией, ложный пролом вверх, как раз где вот этот товарищ закоротил, сам этот ложный пролом, а внизу мы видим дивергенцию индекса силы, вот просто блестящий, блестящий график выглядит, я человеку, который сделал эту сделку, советую распечатать этот график, вот так как он сейчас выглядит, вырезать и повесить на стенку, рядом, где он сидит со своим компьютером, потому что идея трейдинга заключается в чем, найти формулу, найти имидж, найти установку, которая работает на тебя, ее повторять все время, это очень скучно на самом деле, у меня есть друзья, у меня есть очень хороший друг, который не может сделать серьезных денег, потому что он вечно увлекается, а вот еще, вот еще, хороший трейдинг должен быть немножко скучным, вот сделал великолепно выглядящую сделку, повесил на стенку и ищи такую же фигуру, она не будет выигрывать 100% в случаях, но она будет выигрывать гораздо больше, чем 50, и на ней сделаешь деньги, естественно, нужен контроль над риском и все такое, но вот найди фигуру, которая работает на тебя, исследуй ей год, два, три, чуть-чуть какие-то детали подкрутил, утончил, но не менять, не менять. Поздравляю. А, кстати, Роман, в списке, в котором вы показывали, было две акции, которые я каротил на прошлой неделе. Если хотите, покажите. Одну секунду, что список... Значит, одна была Чесла, а другая была... Тесла... Нет, я ошибся, только одна была. Я почему-то подумал, и как раз вот сделку, которая была закрыта по стоп-лоссу, в шорт, там была Тесла, и вот ее как раз я тоже сюда показал, потому что как раз по Тесла был момент, но он не сработал по... Слишком рано, слишком рано. Вот, поэтому, да, хотел... Слишком рано вошел, а я коротил ее, когда она уже вот так сделала ложный пролом вверх. На дневном графике ложный пролом вверх, медвежья ревергенция и спадки. Я уже закрыл эту сделку. То есть, я закрыл вчера, я снял примерно три четверти прибыли, которые я планировал снять, если бы я продержал до сегодня, то снял бы все сто девяносто пять, но лучше синиться в руки, чем журавль в небе, да? Так что 75% мишени. Еще одна акция была Твила, может быть, поставили... А, она в вашем другом списке, который вы... Да, она там будет. А, вот-вот, почему я ее видел, да. Да, мы ее посмотрим. Да, тогда мы с этим закончили. Я этим говорю, Роман, знаете, не для того, чтобы хвастаться, а подтвердить тот момент, который мы обсуждали буквально минуту назад. Надо найти фигуру, которой вы доверяете, и следовать этой фигуре. То есть, не просто вот растекаться мыслью по древу, а найти, что работает, и опять, и опять, и опять, и опять. Мы можем как раз с Твила начать, чтобы продолжить. На дневном графике, по-моему, мы не видим правого... Да, сейчас один момент. Гораздо лучше. Еще дальше немножко. Вот, вот она, вот она. Сейчас колоссально интересное время. Сейчас колоссально интересное время. Сейчас идет колоссально интересный сезон, который в нашей солнечной стране повторяется четыре раза в год. Я всегда жду этого сезона. Я когда планирую куда-то уехать в поездку, я всегда стараюсь планировать так, чтобы я был дома, я никуда бы не ездил, не отвлекался от экрана. Это называется сезон earning season, сезон доходов. Есть где-то в течение примерно трех недель, это немножко размыто. Но примерно в течение трех недель американские компании докладывают о своих доходах. Эти доклады должны держаться в тайне. Они иногда просачиваются, но они должны держаться в тайне. И поэтому, когда на фоне, сказать, все привыкли к одному, и вдруг выходит доклад о совершенно другом, акция прыгает. и толпа вяжет от восторга и начинает ее покупать. Или продавать. Бывает и так, и так. А я всегда жду, когда... Я никогда не торгую перед выпуском этих документов. А я жду, что будет на следующий день. А что бывает очень часто на следующий день, это значит народ в восторге от этой компании Twill. Я даже не знаю, что она делает, какую-то ерунду. Но она торговалась по 400 долларов, а сейчас 40, да, или 80. То есть, да, больше 400, а сейчас она упала вообще где-то до 40, сейчас уже 60. То есть, скажите, акция была убита в нигде, в шьем рынке. И вдруг она вышла на прошлой неделе с сообщениями о доходах, и вы видите, как она подскочила вот 4 дня тому назад. Колоссальный габ сделала, да, открылась очень высоко, попробовала еще выше подняться, задохнулась и стала закрываться, там же гея открылась. Я закоротил, я закоротил. То есть, произошла истерика, а истерика не может длиться. У ребенка истерика не может длиться, и у взрослого дяди, который торгует на рынке, тоже эта истерика не может длиться. Все, истерики все отоварились, ну, я пошел, сыграл на понижение. А потом истерика стал затихать. И что сейчас мы смотрим на этот график? Да, твила неплохо стоит, на недельном графике тренд вверх, на дневном графике откат к зоне ценности. Может быть, даже покупка какая-то получится, но пока что истерику можно было закоротить. Сегодняшняя сделка, сегодняшняя сделка, я не знаю, есть ли у вас этот тикер, введите PANW, четыре буквы, PAN, как слово PAN, и потом буква W. Палуальта. Палуальта, да, это компания Сокта. Тоже доклады о сообщениях, народ в восторге, в восторге, в восторге, в восторге ее, значит, закупает, она уже немножко сдает сверху. Вот такой пример. Ну, просто сейчас великолепный сезон, очень, знаете, это как вот идти в лес, когда почему-то много зайцев там есть, прямо много мишеней. Давайте смотреть на ваши акции, не на мои. Вот одна бумага, которую прислал один из наших слушателей и задал как раз вопрос, что вы, Александр, думаете по поводу этой бумаги в шорт. То есть, я ее просто взял тоже как пример. Да, 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 очень, очень разумно, очень разумно. Ну, что, на недельном графике она сделала это. Компания, на самом деле, очень скучная. Они, эта компания, они одежда, продают одежду. Они одежду продают Берлингтон. Тысячу лет назад, я помню, прилетела девушка из Москвы, мы туда ходили шубку покупать. Тысячу лет назад. На недельном графике медвежья дивергенция индекса силы. Акция начинает проседать. Сообщение о доходах, кстати, у нее уже было не так давно. и на дневном графике яркая медвежья дивергенция. Выглядит очень помедвежнее, я согласен. Спасибо, Александр. Еще несколько бумаг, которые... Пожалуйста, пожалуйста. Также или это вот Airbnb. Тоже у них было сообщение о доходах было на прошлой неделе. Я думаю, что... Истерика. Я не думаю, я знаю, потому что я хотел сыграть по ней, но не сложилось. Не сложилось. Цифры не подошли. Соотношение риска к награде не сложилось. Я ее упустил. Отпустил. Не упустил, отпустил. Я видел, следил, смотрел и ушел. Истерика в первый день. И вы видите, где открылась эта акция, гэп колоссальный, она открывается низко, закрывается высоко. Значит, энергия все еще вверх идет. Мне нужно увидеть, чтобы был вот такой хвост вверх. Он произошел на следующий день. Замечательная игра, кстати, но требует огромной дисциплины. Огромной дисциплины. непростая игра. Еще одна бумага, это Fortinet. у них, по-моему, тоже были, сейчас вот скажу, этот гэп почти наверняка сообщение о доходах был. Сейчас, одну секунду, я гляну из себя на компьютере FTNT, у них было сообщение о доходах 7 февраля. Да, как раз здесь гэп, падение, а потом, для тех, кто пробовал слишком рано, еще один взлет. Знаете, не каждый гэп приводит к краху. Большинство, но не все. Поэтому, поэтому, поэтому абсолютно, абсолютно, абсолютно необходим контроль за риском. Знаете, я могу дать человеку свою лучшую торговую систему, но если он не умеет контролировать риск, то он потеряет с ней деньги. Ну, как здесь, да, гэп, небольшая, просела немножко, вовремя не схватил прибыль, фух, прибыли уже нет, сидим в потере. Спотифай. Музыка. Я посмотрю тоже, когда у них сообщение о доходах было. Сейчас просто такой сезон, что это проверяют для каждой акции. Спотифай. У них это было 31 января. Тоже вот где-то здесь, видите, вот где вот гэп этот такой, да. Опять-таки, сообщение о доходах вверх, следующий день вверх, третий день вверх. Это показывает, что акция сильная, лучше ее не коротить. Но сейчас она стала немножко, немножко задыхаться. Медвежья дивергенция на дневном графике. Но акция уже успела опуститься в зону ценности, поэтому это не лучше. Если бы была дивергенция и акция была выше зоны ценности, я бы сказал коротить. Но если медвежья дивергенция и она уже в зоне ценности, эта акция, то коротить уже как-то поздновато. Я люблю, у меня был, у меня было такое хорошее приятие, кстати, очень хорошую книжку написал Дэвид Вайс «Торговля, торговля у правого края». Я ему заголовок придумал. Он с тобой говорил, когда идешь рыбачить, ты не выплываешь, у тебя маленькая лодочка, вот идешь там у озера рыбачить, ты не выплываешь на середину озера, забрасывая пюлочку, ты рыбачишь по краям, где коряги, где упавшие деревья, вот где рыба живет. Вот это вполне относится к трейдингу. Коряги упавшие по краям, торговля находится по краям, а не в центре. Когда все в центре, это уже как бы поздновато. И чтобы, наверное, завершить. Еще один вопрос вы мне прислали, на который мне будет очень быстро ответить. Да. Вот я хотел еще раз просто Теслу показать, потому что она много у кого всплывает, и мы смотрели, примерно с шортом. Ну вот если в текущий момент, а вот в текущую ситуацию. Я когда смотрю на Теслу, мне хочется сказать, не все коту масленицу. Когда Тесла вышла на рынок, больше таких машин не было. Со временем стали появляться всякие фокусники, которые там чего-то пытались сообразить и сделать, и то, и все. Но таких машин, как Тесла, не было. А сейчас таких машин становится все больше. все машины, которые ходят, у которых есть самоуправление, делятся на пять категорий. Например, на моей машине стоит определитель, такая повседневная две машины. Одна из них повседневная, на которой, так сказать, на почту съездить. Стоит определитель, если я начинаю выходить из своей полосы, она может мне посигналить. Если кто-то у меня, если кто-то близко ко мне, слева или справа, она посигналит. Она автоматически затормозит в случае аварии. Это называется первый уровень. Это на очень многих машинах есть, ничего особенного. Второй уровень это то, что сейчас у Теслы машина едет как бы по шоссе сама по себе, но водитель должен держать руки на руле. А такая маленькая есть компания, может быть, слышали, Mercedes-Benz. Они объявили, что в декабре этого года выводят технологию третьего уровня. Можешь сидеть, читать книгу, смотреть телевизор, играть в видеоигру. Никаких рук нигде. Машина едет сама по себе. Но кто-то может быть на водительском сидении, там в случае чего. Вот эта треть. То есть уже Тесла начинают обходить на поворотах. И поэтому не все к этому останется. Заканчиваем. То есть это уже не уникальная акция. Такой она была много лет. Поэтому люди, которые все еще помнят, какая-то девушка была красавицей, звонят ей по телефону. Это было много лет тому назад. А сейчас все же совершенно по-другому. Поэтому люди, которые считают, что Тесла опять будет там идти в колоссальный бычий рынок, тешат себя надеждами, что бывшая красота вернется. Скорее всего, что нет. Спасибо, Александр. Да, посмотрели все бумаги. И вот наверное тот вопрос. И еще наверное вот один вопрос, который из чата. Можно я его тогда вам сразу зачитаю? Да, пожалуйста, пожалуйста. Здесь как раз вопрос по поводу индикаторов. И после, видимо, когда вы завершили рассматривать биткоин, участник написал, что, ну я читаю, я правильно понял, что эти индикаторы на экране у вас не работают на биткоин. Еще как работают. Ну что за чушь? Не работают. Мы только что рассмотрели медвежью ревергенцию, тройную медвежью ревергенцию, индикаторы не работают. Камон. Ну здесь наверное больше имелось в виду, что индикаторы в принципе можно наложить на любой рынок. Да. Но вопрос именно торговли инструментом. То есть биткоин достаточно опасный инструмент, непредсказуемый инструмент, незащищенный инструмент. Дело не в том, что непредсказуемый. Технически я могу проанализировать биткоин так же, как любой рынок. Это жульнический инструмент. Там количество жульничества, которое я не переношу. И поэтому я к нему не подхожу. А то, что я могу проанализировать биткоин, пожалуйста, если бы я доверял биткоину, я бы сейчас его каратил. Сильно каратил бы. Спасибо, Александр. Не доверяю этому делу. А индикатор работает со всеми рынками. Как-то несколько лет назад, лет 8-9 назад, я оказался женой в Иордане. И есть замечательное страшное место, называется Петра. Очень советую посетить, если будете. Там обязательно нестанчевки. С утра за нами приехал местный товарищ, как он называется, коренной, совершенно коренной население. Выскочило слово из головы такой хороший мужик. Приехал за нами, значит, на джипе. Мы к нему сели в джип, он сейчас нас повезет через пустыню, куда-то еще туда. Ну и разговорились. Он мне говорит, а чем ты занимаешься? Я профессиональный торговец, трейдер, трейдер, профессиональный трейдер. Он говорит, о, поехали к нам на рынок, у них оказывается в этом деревенской местности главный предмет ценности это бараны. Баран может стоить 300 долларов. Поехали сейчас на рынок, поторгуем баранами, он мне говорит. мужик, я не сомневаюсь, что ты и твои друзья вас привезти на Уолл-стрит, показать вам, как компьютеры работают. Вы на всех переторгуете, местные специалисты. Поехали лучше в пустыню. Вот так вот. Эти фигнические инструменты работают на всех рынках, даже к рынку барановых, наверное, можно присобачить. шутя, но они работают и в биткоине, и по всему. Окей. Вопрос поступил от Михаила, он пишет, Александр, как вы поступаете с позициями в преддверии выхода отчета компании или важных макроданных ВВП, инфляция, занятаясь, ключевая ставка, выступление главы ФРС. Держите или закрываете позиции? Я очень краткосрочный трейлер. Я редко держу позиции дольше, чем в неделю. Поэтому мне проще закрыть. Перед выходами отчетов и доходов 100% я выдаю из всех позиций. Из позиций по тем акциям, которые в ближайшие 2-3 дня будут делать это объявление. Потому что очень часто данные просачиваются и акция совершает движение еще до выхода этого доклада, за пару дней до этого. Поэтому допустим если объявление о доходах предстоит в среду, то в понедельник меня уже в этом рынке нет. В пятницу я с него ушел. А что касается более широких дел, ВВП, инфляция, занятость, я понижаю обычно свое участие в рынке, но полностью не обязательно продолжу. И еще спрашивает Михаил, имеет ли значение состояние позиции, прибыли или убыток? Нет. Позиция это позиция. Если вы хотите понизить риск, то его нужно понижать независимо от того, положительная позиция или негативная. Спасибо большое, Александр. Спасибо вам, Роман, за приглашение. Все, я возвращаюсь к своим баранам, можно сказать, вернее, к своим пуделям скорее, хотя я их не продаю. И иду смотреть, что произошло на рынке за тот час, что я работал с вами. Спасибо большое, продолжение. Всего хорошего и увидимся наверное теперь уже в марте. В марте, да. Спасибо большое, Александр. Хорошего вам продолжения дня. Спасибо. Всего хорошего. Уважаемые участники, так же, как я говорил, у нас в конце вебинара я хотел несколько слов как рассказать про индикаторы Александра. В первую очередь рассказать про то, как можно установить на метод трейдер 5, то сделать их в точно таком же виде, как мы с вами сегодня смотрели. То есть, во-первых, и получить доступ ко всем рынкам, в том числе те инструменты, которые мы смотрели, и сразу же использовать также индикаторы. Индикаторы доступны для клиентов, то есть мы предоставляем бесплатно этот набор индикаторов для клиентов Admirals. Для того, чтобы запросить индикаторы, нужно написать письмо на почту elterdisc собака admiralmarkets.com для тех, кто в чате, я скинул почту, чтобы было удобнее скопировать, для тех, кто смотрит нас на YouTube, то она есть в описании к видео. Нужно написать просто запрос индикаторы, и в ответ мы вам пришлем сами индикаторы, шаблоны, видеоинструкцию по установке, и вы сможете сделать точно так же, как мы сегодня смотрели в ходе видео. Индикаторы работают на реальных счетах с балансом более 200 евро. Если у вас счета еще нет, то вы также можете присылать запрос, и с вами также свяжется наш менеджер, который поможет вам с открытием счета и ответит на вопросы, которые могут появиться. Поэтому пишите и запрашивайте индикаторы. Опять же, как Александр сказал, тот подход, который Александр использует, это его подход. Он ему понятен, и он на основании его также делится своим опытом. Возможно, какая-то часть этих индикаторов, определение того, где цена сейчас находится, в какой фазе, удачно ли продавать или покупать, то вы сможете к своей торговой системе применить и собрать для себя какую-то комбинацию. Потому что, скорее всего, не обязательно, что полностью вся система будет работать для вас. Она может работать, с ней можно научиться работать, особенно прочитав еще дополнительно книгу Александра. Но здесь как раз на момент то, чтобы для себя выбрать подход и научиться его воспроизводить, как Александр сказал, в трейдинге важно найти воспроизводимый подход. И, собственно, когда вы его найдете, то это уже, собственно, большая часть того пути, который проходит трейдер. Теперь по поводу конкурса, в котором как раз мы разыгрываем книгу с фотографом Александра. Кстати, вот та версия книг, которая сейчас, она уже, она уйдет победителем предыдущих раундов. и для новых, скорее всего, мы будем отправлять их уже чуть позже, когда появится новая книга Александра. Поэтому какую-то паузу мы возьмем, ну, то есть мы, как правило, отправляем там раз в несколько месяцев книги, да, то есть сейчас у нас уже пару месяцев наши участники книги ждут. Обязательно всем все отправим и вот следующим победителем уже будем отправлять новую книгу. Теперь конкурс, да, конкурс проходит на нашем YouTube-канале. Соответственно, если для тех, кто сейчас еще в Zoom-е, если вы на него не подписались, то рекомендую это сделать. Сейчас прямо отправляю еще раз наш канал в чат, а для тех, кто смотрит нас уже на YouTube-е, то вот смотрите и сразу же подписывайтесь. Собственно, конкурс проходит под последним видео, которое мы записываем с Александром. Что нужно? Поставить лайк под видео, предложить сделку по одному активу, который торгуется в Admirals. Как я уже сказал, то есть у нас уже порядка более 8000 инструментов, поэтому крайне редко получается, что предлагают тот инструмент, которого у нас нет, но всегда можно на сайте проверить. Предлагаете инструмент и в нем нужно спланировать сделку, то есть предложить цену входа, стоп лосс, тейк профит, как у меня на примере справа, то есть допустим, вы находясь в этой ситуации, в этот день, предполагаете, что вы бы зашли в шорт по 163, стоп лосс на 166, тейк профит на 151. Вы можете использовать систему Александра или по вашей системе. Здесь это значение не имеет, просто для разбора мы накладываем систему Александра и смотрим, какие сигналы были или на что можно было обратить внимание, используя систему Александра. Соответственно, вы предлагаете сделку. Сделка должна сработать в период от вебинара к вебинару, то есть начиная с 23 февраля до 29 марта, когда у нас пройдет, соответственно, следующий вебинар. Если эта сделка срабатывает и та сделка, по которой будет самый большой процент движения, именно процентное движение, как вот сегодня у нас победила бумага, где движение было порядка 30%. Акция стоила достаточно дешево, то есть там порядка 10 долларов и с 10 до 16 чуть больше чем 30%. И, соответственно, также написать дату поста, когда вы пишете эту сделку и с этого момента мы будем искать как раз сделку, сработала ли она по тем ценам, которые вы указали. И важный момент, комментарий нельзя редактировать. То есть если там будет обозначение, что комментарий был отредактирован, то такие сделки мы, к сожалению, в конкурсе не принимаем. Это джентльменский конкурс на YouTube-канале, то есть вы уже сразу же можете предлагать или положить видео в закладке, к нему потом вернуться и когда найдете сделку в течение месяца ее предложить. Рекомендую так это сделать. И также ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, также под видео, под видео, потому что мы заранее их собираем и так быстрее мы сможем проводить наше время, потому что у нас всего час, много инструментов, много рынков и мы, как правило, собираем вопросы заранее. Поэтому если у вас есть вопрос, сформулируйте его, лучше там одно-два предложения, оставьте его также под видео и я обязательно также перешлю Александру. Спасибо большое. С моей стороны также это все. Было, как всегда, спасибо за то, что пришли, за то, что провели с нами вечер. Всем желаю хорошего торгового месяца. Увидимся на вебинаре в марте. Поэтому всем большое спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok